МОБИЛЬНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ Когда мы начнем платить за каждое соединение? И законно ли это? Выяснял Алексей Зотов. Информационное письмо, счет за услуги, детализация и отдельное предупреждение. В случае неуплаты отключим связь. Такую кипу бумаг уже в ближайшие дни получат все абоненты московской городской телефонной сети. Отдельной строкой внутри зоновые соединения. Проще говоря, звонки с городского на все мобильные. И тариф уже объявлен. Полтора рубля минута. Полтора рубля, которые выложит хозяин городского номера за минуту разговора, это минимум, утверждают связисты. Соединение все равно обходится дороже. И кто-то должен за него платить. Абонентам, для которых новые счета, станут неожиданностью. В МГТС советуют все же их оплатить. И жесткие меры пока решили не применять. Отключение за неоплату внутри зонового соединения, как таково, телефон не планируется. Будут включаться возможности выхода на федеральные номера. Но никак не местная телефонная связь. Бесплаты за все входящие. Три крупнейших сотовых оператора России продержались лишь месяц. И не выдержали. Теперь намерены брать плату не только за услугу связи, но еще и за право ей воспользоваться. Это неизбежные последствия нового закона о связи. Абоненты наши все равно будут тратить меньше. Потому что все входящие звонки стали бесплатные. И те тарифы, на которых мы вводим эти изменения, они рассчитывались совершенно в других условиях рынка. И для поддержания рентабельности мы и проводим эти изменения. Да, я буду буквально через минуту уже подъезжаю. Такие короткие, но частые разговоры, типа, как дела, и скоро буду, теперь влетят в копеечку, считает аналитик рынка связи Борис Овчинников. Ведь платить придется не за время общения, а за каждое нажатие кнопки набора номера. С большой вероятностью все-таки сотовые операторы могли обойтись без этого. С другой стороны, если так смотреть на ситуацию, то, безусловно, и та оплата за соединение, которая установлена, там, 35-50 копеек, это небольшие деньги. Впрочем, это лишь кажется, что соединение стоит копейки. Если все посчитать, то даже средняя абонентская оплата, полторы тысячи рублей, вырастет как минимум рублей на 200 в месяц. А вот абонентам, чей бюджет прописан давно и надолго, чтобы уложиться, придется, по всей видимости, говорить и реже, и короче. Уже не 10 минут в день, а всего 8. Ну что, вы дома, да? Ну как дела-то? В Комарова новости сотовой связи тоже обсуждают. И про бесплатные входящие, наслышанные, и про то, что звонить теперь будет дороже. И ничего, что на всю деревню здесь один таксофон, а мобильный есть лишь у бабы Веры. Вызвать скорую или сказать родне что-то срочное, соседям она не отказывает. Исходящие... Повысятся туда, да? Конечно, будем реже звонить. С пенсии не наплотят, но... Цены на минуту исходящего разговора сегодня очень даже разные. Если отдельная беседа между проводными абонентами по-прежнему, условно говоря, ничего не стоит, то позвонив на мобильник с городского, теперь получите счет. Минимум рубль 50 за минуту. Сколько стоит звонок с мобильного телефона, зависит все-таки от тарифа. На другой сотовый примерно рубль 20 и выше, на стационарный от 2 рублей минута. Если при этом платить еще и за само соединение, то сотовая связь становится, если не золотой, то уж точно не народной. Звонить с проводного опять дешевле. Это вообще, по-моему, не соответствует и противоречит различным правам потребителя, потому что не может определенный оператор связи ухудшать условия контракта вне зависимости от человека. Никаких вариантов других нет. Никакой другой связи, к сожалению, не изобрели, поэтому придется пользоваться. В федеральной антимонопольной службе предполагают, что сотовые операторы сговорились между собой. Но был ли сговор, а может сговора-то и не было, обещают установить до 10 августа. В ответ на введение платы за соединение, компаниям мобильной связи теперь грозят долгие неприятные процедуры. В конечном итоге, возможно, даже что их лишат необоснованно полученных доходов. Но и в этом случае деньги абонентов назад все равно уже не вернутся. Алексей Зотов, Павел Лопарев, Михаил Новицкий, Владимир Абраменко, Дарья Рыбакова. Первый канал.